Продолжение следует... Играть плотно, ждать возможности сыграть в большинстве. В принципе, все это было объяснимо, потому что сопернику тоже нужны гулячки. Они тоже еще в погоне за восьмерку. Ну, к счастью, что смогли реализовать момент в третьем периоде. Понятно, что уже там ушла игра до гола. На последних минутах нам удалось забить этот гол. Молодцы. Усправились с задачей. Ну, по сегодняшнему матчу скажу, что, во-первых, ребятам хочу упрекнуть. Ребята старались, сорвались. В чем сегодня мы были слабее, я думаю, что это в завершении своих атак. Довольно, так скажем, слабоватых сыграли в атаке сегодня. Ну, что и показывать этот один гол. Хотя моменты были, были перекладины, были выходы хорошие, но мы их не реализовали. В свою очередь допустили грубейшую ошибку в конце матча, которая привела к голу. Тем не менее, все раз повторюсь, ребят, не хочу упрекнуть в эту игре. Так что, ошиблись. Звезды на одну шерсть побольше поступить. Готовимся к следующему матчу. Денис Панченко, Международная федерация журналистики. Ну, во-первых, хотел поздравить Вячеслава Геннадьевича с победой. Действительно, игра была равная. И хочется отметить то, что защита была у обоих команд на высоком уровне. Завершение, так, к сожалению, было не столь ярким. И хотел узнать у обоих тренеров, поскольку идет конкретная борьба за выход в лоев у обеих команд. Как расцениваете свои шансы в кино? Ну, знаете, наверное, нельзя делать какие-то прогнозы. Мы играем от игры к игре, и нужно смотреть, как будет соперник играть. Мы, прежде всего, должны выиграть свои игры. А там уже расклад будет таким, как и он будет. Ну, в принципе, те же слова хотел сказать. Уже с ребятами мы поговорили на эту тему. К каждую игру выходим сражаться, играть на победу. А там действительно, как карта дождь. Удачи! Спасибо! Вячеслав Геннадьевич, Александр Сулаев. Вам вопрос. На Ваш взгляд, в момент, когда Кагарлицкий вышел 1-0 и Парулин оказался на высоте, был решающим переломом к этой встрече или какой-то другой, может быть? Ну, и после этого соперника были хорошие моменты. Несколько выходов 2-0, и правильно сказал коллега, что попадали и перекладины. Значит, он, наверное, нам больше подфартило. Ну, конечно, Костя сыграл в этих эпизодах достойно, и его немало заслуг, в принципе, как и всей команды, что мы смогли добиться победы. Продолжение следует...